Зарядки, спорта и диеты Зарядки, спорта и диеты Наталья, расскажите нам об этом Да, я вообще принесла сегодня и китайское блюдо, и корейское блюдо, и французский салат Потому что я езжу по миру и очень люблю собирать разные рецепты Международные рецепты Да, если мясо я делала сто раз и знаю досконально, как это делать То суп это для меня опыт, я уже это делала, я знаю как Меня этому учил китайский повар, но вы мне будете помогать Конечно, с чего начнем, лучше начинать надо с бульона Мясо, а мясо мы будем его мариновать специально Нет, мы сначала начнем с того, что поставим бульон Вот он у нас прокипел Матушки мои, прокипел бульон, а из чего это бульон? Вот смотрите, это бульон из говяжьих ребрышек, который сначала вода закипела и мы ее слили Ну конечно, да, и потом вот мы уже варили второй раз Я бы хотел, такой нажористый Ой, и там... И ребрышки, да? А вот объясните мне, пожалуйста, не только там ребрышки, там еще и имбирь Ну, это... Или это случайно? Это секрет, это секрет китайского повара, который кладет и в бульон, но потом мы сейчас еще сделаем на сковородке Мы еще его обжарим Отлично, значит, что нам сейчас делать? Так, что у нас готов бульон, мы его ставим на огонь? Да, мы ставим его на огонь И будем туда что-то добавлять И будем туда добавлять, да Давайте, а мы будем... Но нам на огонь нужна будет... А давайте сначала поставим мариновать мясо А давайте Это же время, ну просто... Наталья, конечно Так, мы должны порезать мясо, дайте только скажу, что мне какую взять Давайте, я вот сразу несколько досок говорим Да, и вы поможете порезать, да? Парю, я не просто помогу, я это сделаю с удовольствием Значит, вот так Нужно порезать шейку свинины А каким образом? Вот так, вот так Такими стейками, да? Да, да Хорошо Вот Вот так Годится Сейчас, вот так А... Молоко, а вот перед вами Ну перед вами, Наталья Значит, нужно отбить свинину, да? Да Мы сразу отбиваем, я хочу Света, а вот вообще, как вы относитесь к китайской кухне? У меня есть огромное количество знакомых, которые говорят, китайская кухня Китайскую кухню надо есть в Китае Это... Это потрясающе А вот знаете, что говорят про китайскую кухню? Потому что китайская кухня, искусство прятать одно за другое Да, был... Да? Я ела, ела салатик, думала, что ем сельдерей потертый Оказалось, ем картошку Я была в ужасе Это ухаживай Это была в ужасе, потому что картошку мне нельзя никак Это хорошо, если это сельдерей и картошка Когда думаешь, что ты ешь, например, ешь поросенка, а это оказывается мышь Ешь... Жареная мышь Я ел такой блюдо А со мной была история, когда я ела что-то, как мне показалось, зеленый салат Оказалось, что сушеная медуза Я бежала бегом А я осла... А я осла ел Ел осла Натурально, китайский Вкусное такое мясо Слушайте, вы работать будете Давайте я тоже, хотите, возьму колоточек? Хочу, я про это и говорю Вот, ну смотри, ну вот А как нужно плоско его? Просто хорошенечко отбить, да? Ну, хорошенечко отбить, да Дальше я предлагаю вот что сделать Да, Наталья? Положить вот это все мяско в какую-нибудь Ну давайте, я помогу, вот смотрите Так Вот так мы сделаем Прям накидаем, как китайцы Да Дальше мы сюда нальем соевый соус Ах, вот как вы решили Да Подождите, подождите Нальете мне, да? Да вот прямо льете Заливаем? Да Заливаем соевый соус Так, достаточно много Достаточно Хватит, да? Ага, да Немножко сахара Вот прямо вот так вот, что ли? Вот так можно, да Вот прямо вот так вот сахарочком Раз Сахарочку, да То есть, наверное, будет свинина в кисло-сладком соусе или нет? Ну вот что-то Сладко-соленый Чуть-чуть Даже солить не будем Солить не будем Соя достаточно Ну соевая достаточно Нам нужна луковица Луковица, что ли? Мелко порезанная Мелко режем луковичку Да, я не могу, я заплачу Ну, конечно Попробуем-ка мы Значит, нарезаем мелко Я тоже, Валю Малыш Пожалуйста, прошу вас Берите, любые там, выбирайте Там есть керамические Есть не керамические Как говорится Как ни крути Я, кстати, очень люблю керамические наши Правда? А у вас есть какие-то предпочтения По Инструментарии У вас есть любимое Что-то, вот предмет на кухне Вот без которого Вы не можете начать готовить Я все, что я делаю Да Я очень люблю с яйцом Поэтому вот эта штучка, которая крошит яйцо Крошит яйцо Она у меня не перестает вообще работать Я ею картошку Она не отдыхает? Нет А как бы этот прибор назвать? Яйцедробилка Яйцедробилка А ну именно покрошить Яйцекрошило Старое славянское название этого прибора Яйко Крошило Напоминает фамилию чешского фигуриста Какого-нибудь Ну нет, так нет Ну Фигуриста, конечно, парника Да А что в Китае? Вот как обстоят дела там с фигурным катанием? Они обожают фигурное катание Кто не любит? Покажите мне, кто И они самое интересное И самое привлекательное для нас Для нашего дела Что они любят Да, сюда, пожалуйста Они любят не просто фигурное катание Они любят фигурное катание Которое сделано в спектакле А И они особенно любят те спектакли Которые делает мой муж Игорь Бобрин Да Поэтому мы туда приехали А кто не любит спектакли Которые делает ваш муж Игорь Бобрин? Покажите мне Покажите мне Покажите мне Люблю я вас уже Уже люблю вас Ну кто не любит? Ну а как? Вы Слушайте, с какого года? С 88-го театр-то С 86-го И тебе на два года ошибся 26 лет уже, да 26 лет Так, теперь будем начать, что делать Что? Матушки мои, как вы прямо нырнули Ну что же вы думаете? Ну я, если честно Это тоже меня муж научил У нас В смысле делать это вместо него? Вот так Вот так это он любит делать Я бы так это Ручками Но он вели вот так А какое любимое блюдо у мужа? Вот в вашем приготовлении Вот это Вот это? То есть Такая Ну и еще он любит, когда я жаю Блинчики из кабачков Ну это, ну конечно Руки есть где помыть, да? Руки, конечно Прошу вас Вот можно помыть там А я просижу Нужно какое масло достать? Ой, я забыла Или это я? Туда немножко подсолнечного масла А вот я сам вспомнил Это обязательный ингредиент Спасибо Для того, чтобы мясо было мягкое Ну любите То есть это не рафинированное Вот это С семечками пахнет А скажите мне, откуда в Китае такое масло? Это же наше В Корее А, ну в Корее Ну а у них есть свое какое-нибудь масло Я просто пользуюсь А меня волнует вот что Это южнокорейский рецепт Или севернокорейский рецепт Это южнокорейский рецепт А скажите, а вы бывали в Северной Корее, да? Да Это вообще так интересно Несколько раз А вы, наверное Вы вернулись отсюда Ну и вы вернулись А скажите, а вы разговаривали с С кем-то из вождей? А да, да Было же? Прием устраивал То есть, наверное, это был С Киммерсеном С Киммерсеном Ну как он Я так хотел его в смак пригласить Он был хорош Хорош Хорош, харизматичный, да Что ели там? У нас же смак кулинарный Что ели там? Ох, чего мы только не ели Больше меня потрясло вот что Что, что Нет, это не есть Ну мы же сами собак держим Мы сказали, нам это не подавать Вы сами собак держите Нам, ни в коем случае А вы, наверное, когда фотографии собак показывали Они как на меню смотрели Так, мы что-то Наливайте мне масло Наливай масло Вот так Спасибо Мы свинину замариновали в соевом соусе В луке, в чесноке И в масле нерафинированном Подсолнечном Сахарочка чуть-чуть мы добавили Потому что не жалко нам сахара А снимали бы нашу программу Мы в 1918 году Когда Юденич подкрадывался к Петербургу Почему я это вдруг сказал Вае Пили мы в масло В чай с Тухачевским Вот так Ну вот такие вот смешные у меня ассоциации Почему-то с этой свининкой Что, туда? В холодильчик? А-а-а Сколько должна Можно не в холодильник Можно мариноваться Полчаса Полчасика А, ну так это вообще короткий маринант Я думаю, что можно Давайте Поставим здесь Дальше мы переходим, наверное, сейчас Знаете, к чему? Вот то, чего нету вообще в Северной Корее Это реклама Поэтому, Наталья, на секунду вас оставлю У нас, друзья, короткая реклама На Первом канале Значит, друзья, короткая реклама на Первом канале И мы вернемся через несколько минут Вы знаете, что шпикачка В переводе с чешского Означает Наточи коньки Лида Тьмы низких истин нам дороже Нас возвышающий обман В компот тайком бросая дрожжи Мы ставим бабушке капкан Дорогие друзья Смак на Первом канале У нас в гостях сегодня Наталья Бестемьяна Мы вместе готовим Мы готовим сегодня У нас сегодня восток У нас дни корейско-китайской дружбы Значит, друзья Корейское мясо Мы уже замариновали Переходим к китайскому супу Я напомню, что ребрышки из говядины Были сваренные Да Давайте я Можно выключить суп Пока можно выключить Да А так может быть его тогда не просто выключить А может быть нам пока его Он вообще нам не нужен Горячий бель? Мы потом сюда А, бульон будем Все Тогда вообще мы это делаем вот так Ставим вот так И скажите единственное Я знаю, что часто для вока Режется что-то тонкое и длинное Что вызывает определенные сложности Нет Нет Нам нужен кусок сыра Сыр Знаменитый В современном Китае Пользуется уже таким сыром Просто мы сейчас туда на дно кинем А, на дно кусок сыра Да, когда разогреть Сейчас Значит, я Вы мне скажите, что мне резать Резать половинку луковицы А, знаете, я читал у кого-то из поваров Что если ты готовишь в воке Надо, чтобы у тебя все было нарезано Да А потом уже Именно так Половина, да? Да, половинки достаточно Меленько Скажите, пожалуйста, дорогая Наталья Есть какие-то продукты Или, может быть, блюда Которые вы вообще Вот на дух не пеленете Вот не ваши Это я просто Я всеядна Да что вы Это ужасно То есть вообще нет такого Что, ну, уберите лобстер Ну, молодой человек Не знаю, возможно В детстве я что-то не любила Потому что я просила маму Чтобы мамочка с ними, пожалуйста, конечки Я все-все кушать буду Вот так вот Вот так вот Слушайте, а вот скажите тогда мне Сейчас Прежде всего, как отцу Вы посвятили этому жизнь Ну, это разные вещи Послушайте Послушайте Вот вы говорите сейчас Вы рассказали фразу Мамочка Когда вот Когда я маленькая была Конечно Да, когда вы просили Вот скажите, а как быть В такой ситуации? Вот что? Надо заставить Надо ребенка заставлять Потому что, когда мама Меня заставила Это сделать То ровно через месяц Я не уходила с катка И готова была сделать Все, что угодно Только, чтобы проводить Там побольше времени Помидоры режьте Режьте помидоры Да Лук нам пригодится отдельно Помидоры отдельно Так, а помидоров сколько? Вот ровно столько, да? Вот столько, да А как резать? А, кусочками Ну, вот как-то вот так А, ну давайте так Вот так Вот так вот Я понял, как все Как-то вот так Вот так вот Все Ну, я вообще люблю еще Вот эту штучку выбросить Но китайский повар это не делал Но я люблю выбросить Потому что в Китае есть регионы И провинции Где из этих штучек дома строят Ну, наверное Из китайских Из помидорных Чесночок 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 Так Скажите, ну а вот Ко мне же приходили сюда Некоторые Ха, фигурист Был тут Знаете Ну, кто был Как говорится здесь Авербуха дух Да Здесь Авербухом пахнет Да были все Ну, конечно, были все Но в основном ребята Потому что не первое Это ледовое шоу Но первое Как ребята относятся Вот это же очень интересно Потому что одно дело Когда это все, знаете, так Шоу Артисты Телеведущие Мы там катаемся Вот Но Если брать Сейчас ситуацию Потому что сейчас-то Их уже Уже ничего Извините Посмотрите на жюри Давайте посмотрим на жюри На секунду Смотрите на жюри Вот так Вот жюри У вас Я просто стерк Когда я сужу Подождите Вы понимаете Тут Такое количество Авторитета Понимаете Говорят У меня Меня в детстве Хотел назвать Не Иваном Почему я завидую Антона Сихуролидзе Он хотел меня назвать Сихуролидзе Сихуролидзе Урган Ну, отцом стали смеяться Артисты Театра марионеток И Ведь отец меня, знаете Он когда ходил Театр марионеток Он часто брал Меня привязывал Мне ниточки Как будто бы И горился Ой, да что такое Вы мне сейчас на ногу наступили Я не наступил Я до вас дотронулся Чтобы еще раз проверить Что вы настоящие Будьте любезны Наступите мне Чтобы А у меня нога искусственная Я не почувствовал Давайте Так, Наталья Смотрите Порезали помидоры У нас разогрелось Я думаю, что сейчас уже Наверное, да Давайте Кусок сыра туда кидаем Куда А будет ли Вот именно этот сыр Вот плавленый Такой сыр Может там какой-то другой Не знаю Смотрите, что происходит Он должен Так, ну я Давай немножко маслице подольем Такого? Простого? Простого рафинированного 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 Простого масла Все, вот так вот Он сейчас будет жариться там Все, отлично Пускай жарится Вот так вот Вот так вот, да? Да, и лучок И лучок Сейчас сейчас Нагреется масло Угу Скажите А, ну вот Насколько вообще Насколько Сложно Вот так вот Этих ребят Профессионалов Это же ребята, которые Я убежден Что они пошли Заниматься Фигурным катанием В том числе Глядя и на ваше выступление Я хотела бы Вот что сказать Я не ответила на тот вопрос Который прозвучал вначале Что чувствуют профессионалы В этом проекте Да, да, да Я думаю, что Вот Что чувствую я Когда я вижу это Как люди меняются И как они создают номера Разные индивидуально Составляются Меняются Это так интересно Вот мне как профессионалу Я просто Особенно вот Когда это было первый раз Я не могла поверить Что люди поменялись И сколько в неделю дается Да, да Это ужасно Короткий срок Наталья, смотрите Простите Перевью вас На секунду Просто чтобы Вот смотрите Лук у нас все Там уже на полную катушку Да, помидоры Мы сейчас Просто как это Это вот я катаюсь Предположим Ну, с навкой Ну, например Ну, да Навка Костомара Вот они покатались Вот навка Костомара Роскошная пара Ну, роскошная пара Ну, действительно И я, если честно Я обращаюсь ко всем телезрителям И к вам Я вообще счастлив Что такое время настало Что было время Когда все-таки Спортивная жизнь Заканчивалась Ну, это ладно Ну, во всяком случае Фигурное катание Кстати, это один Из немногих видов спорта Где всегда Что альбалеты на льду Ну, да Понятно Но все равно А тут Я просто сейчас Ну, посмотрите Мы все знаем Всех ребят Кто-то снимается в кино Кто-то ведет активную Общественную жизнь В общем, это очень здорово И я этому очень рад Потому что Если брать Запад То там эти люди являются Они не исчезают Они как бы существуют Ну, это На самом деле И популярный человек В театре, в кино Или в музыке Абсолютно Ничем не лучше Чем популярный человек в спорте Более того Например, западные Звезды спорта В некоторых Игровых видах Зарабатывают гораздо больше Чем иная кинозвезда Я люблю посчитать Чужие деньги Добавляем? Да Поехали Помидоры Помидорчики Пошли Так Главное Гигантский огонь Да, что вот это Да, главное, чтобы И все постепенно Мы все это Обжариваем 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 Обжариваем, да Сейчас пожарим помидорки Потом мы туда Вот это все Все Чеснок Имбирь Зеленый лук Зеленый лук Ну, давайте Добавляем Добавляем Мешаем все А могу я задать вам вопрос? Я не знаю Может быть он Не совсем Ну, как бы Если хотите Может, не отвечать Ну, кто из Вот Из непрофессионалов Ну, назовите мне трех Вот на ваш вкус И по вашему мнению Больше всего Близки Все-таки К профессиональному катанию Вам больше всего нравится Игорь Бутман Чулпан Каматова Мы знаем, что катается Вы знаете, что я вам скажу Что для нас Для фигуристов Вызывает огромное уважение Мужчины Которые стоят на кайфе Потому что Женщину подняли И понесли Это намного легче Даже если она хорошо катается Но когда Башаров Сделал поддержки С Навкой И когда Вот Воробьев В прошлом сезоне Тоже делал поддержки Это Нет, я согласен Вот это все Которые вызывают Действительно А какое уважение Вызывают Эти наши фигуристки Девочки Которые соглашаются На то, что их Люди готовы Подписаться Под вашими Просто я подписываюсь Что нам туда добавлять У нас там Так Мы туда немножко сахара Да Немножко сахара Ложечку большую Кетчупа А можно попросить у вас Ложечку Вы понимаете Я когда смотрю Я с вами согласен На тысячу процентов Потому что Конечно Когда ты в руках У Опытного У Настоящего мужчины Фигуриста Ничего не страшно Я потому что Ходил в детстве В секцию Мужского парного катания И я знаю Что это Там вот Сейчас Начинает Образовываться Не было Такие пары А я думаю Что это мы с этим Бородачом вдвоем Катались Только Помекаем В саду Добавляем бульон Добавляем Бульон уже с мясом Образую Как бы Такую Зажар Я даже не знаю Но это суп получается Да Мы уже образуем суп Который у нас будет готовиться Вот здесь Смотрите-ка Да То есть это мы сделали Такую Как вот нам нравится Это мы Такую зажарочку Мы сделали Такую Да А теперь мы заправляем Это бульоном Чтобы он у нас уже Получился Буквально осталось Недолго Не-не-не-не-не Все Мы можем еще Сейчас я Это так просто плавно А имбирь наверное Не нужен Нет Вот так вот Такая поварюсочка Небольшая Можно было конечно Вот так вот Вот наверное хватит Да Как вы думаете Я думаю что по Ну чтобы вот приятное Как Чтобы мы уже не перебрали Бульон Да Да Так секунду Я думаю что огонь Вот сейчас можно уже убавить Да Да Это практически готово И это в принципе Можно посолить немножко Хотя мы солили бульон Но мне кажется Чуть-чуть посолить надо Давайте чуть-чуть посолим Давайте чуть-чуть Да Ну например вот так Да Хватит 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 Вы много соленого Не едите Да Я люблю соленое Любите соленое И на самом деле Если это морская соль Почему нет Так Друзья На секунду На секунду Я покину Наталью На секунду Потому что у нас Не уходи Через одну секунду Ну Наталья Ну перестаньте Я не смогу без вас Подождите Сможете Сможете Ведь реклама На первом канале После которой мы вернемся Узнайте что Аксель В переводе с белорусского Означает Прапорщик Колбасу Вместо Аксельбантов Надел И к матери уехал В Гомель Как ныне Взбирается Вещий Олег Попасть на банкет Побыстрее к Олег Дорогие друзья С вам на первом канале У нас я сейчас Сегодня Наталья Бестемьяна Мы готовим Уже практически Все приготовили У нас суп готов Накрыли мы Волк крышкой Я сейчас хочу Предложить вам Разобраться с мясом И параллельно Разобраться с салатом Да Значит что нужно Сделать с этим мясом Просто его пожарить Пожарить Давайте я его начну жарить А вы О да А вы О да Значит жарим его На гриле Да Да На гриле Используем масло Его можно жарить На гриле Да нет Зачем нам Там же есть все Значит Что вам нужно Для соуса Я могу вам просить Для соуса Мне оливковое масло Оливковое Наверное уже такое Зелененькое Хорошее Горчица Дижонская горчица Какой-нибудь уксус Бальзонический Так Что еще Бальзонический Уксус Бальзонический Мне нравится все-таки Колечко Это сложнее Но это сто процентов Мы делаем салат по-французски Сейчас Да Потому что Европу я тоже очень люблю Что нужно для салата по-французски Бакинские огурчики Огурчики Да Итальянская Рукола Можно есть все У ребят У меня нагрузка колоссальная Колоссальная Они все похудели Уже круги под глазами Ну в общем Как следует все А у нас готово Разогрелась сковородочка Я просто выгладываю И все Отлично Я хочу вам рассказать Как соус сделать Слушай, а как хорошо Мясо промариновалось Да? Ну отлично Маринад очень вкусный Значит я беру Полторы ложечки Такой дижонской Крепкой горчички Три ложечки Вы знаете на вкус Я люблю чтобы побольше было Бальзамического уксуса Муж мой любит что-то поменьше Мы готовим так, как вы любите Да, вот Поэтому я сегодня делаю так, как я хочу Хотели бы готовить Как любит ваш муж Так пришел бы муж Да Кстати, почему муж не пришел? Ой Не любит он это все? Не любит он вот это На даче сейчас остался На даче остался Остался Я кстати и видел Ой, какая у вас дача роскошная Я видел И даже я попросил бы поаплодировать С завистью всех наших зрителей Поаплодируй Спасибо большое Вот я положила сюда Шесть ложечек оливкового масла Полторы ложки Бижонской горчицы И три бальзамического А позвольте я туда вот сразу Да И вот, друзья, у нас уже Все И мы сейчас это заправляем И все готово Правильно? Абсолютно И вот эта заправочка Она Да Я сейчас ее смешаю Она будет выглядеть Как такой майонез Прекрасненько Так, вот видите Какой Да, прекрасно Ну это даже Может все прям туда Да Давайте Много? Да А я думаю, что мы сейчас посмотрим Давайте вот Еще одну ложечку Я начну перемешивать Да Немножко посолим, да? Так Обязательно Так Так Я бы дал еще Знаете Я бы еще соус не пожалел А что жалить пиво? Вот и все И у нас Вот так Прекрасно Это мой любимый салат Это просто Любимый просто салат Роскошный Смотрите, как мы его сделали Перемешали У нас же все готово Там даже Вон, морковочка есть Огурчики Откарки Витаминчики Да Наталья, дорогая Так, а все у нас готово Тогда сейчас Давайте я рецепты пока расскажу Значит, как вы меня поправляете Хорошо Так я запомнил Свинина Да Нарезаем ее Достаточно тонкими кусочками И отбиваем хорошенечко Чем тоньше отобьете Быстрее будет готово Да Значит, после этого Заливаем это соевым соусом Добавляем туда мелко порезанный лук Добавляем туда чеснок Добавляем туда сахар И все Соли нету Кстати, не будем забывать Что в этот маринад мы добавили Еще пахучее репинированное масло Ой, мы сюда добавили масло Которое делает свинину божественной Вот, это очень важно Это для этого мы сделали Это очень важно Значит, мы добавили все вот это И оставляем в этом маринаде на часик На полчасика На полчасика Да Как мы готовим суп? Варим из говяжьих ребрышек бульон Сливаем первый Оставляем второй И варим, 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 варим Положим большой кусок имбиря туда После этого мы Берем сковороду Берем большой вок В оке мы сначала Растапливаем кусочек сыра Плавленого Плавленого сыра И добавляем масло Растительного Лук Потом к луку добавили помидоры Да Помидоры мы добавили Сначала был репчатый лук Репчатый лук, помидоры Потом зеленый лук И имбирь И чеснок И потом Все, бульон Нет, ложечку кетчупа Ложку кетчупа Сахар Немножечко Немножечко сахара И добавили туда бульон Бульон, который мы солили Когда он варился Конечно И когда мы попробуем Возможно нам захочется Еще немножко солить А мы попробуем А вот он как там выглядит Давайте пробовать вот это Пробуем Пробуем Так, отставим это Отставить Я скажу Прямо сейчас Давайте-ка тарелочку И мы сейчас делаем Оп Мы сейчас делаем Оп Какой красивый салат Подождите, вы уже салат едите А я бы хотел к этому салату Я не ем Я поправила Ну вот, Бостон Ну вот, прям на вас смотрит же свининка Господи, как Не хрюкает Ну не хрюкает Так валяется Хоп, загорает Ну что же, друзья И мы обязаны Просто обязаны Попробовать вот это Ну Так Получилось? Да Знаменитая боблинская свинина Да Вот она Это то, что едят легенды Вот так Да Иногда А салатик? Салатик тоже получился заправочком А салатик? Все в нужном Я хочу просто сказать другие вещи Сейчас будем есть Мы есть сейчас это будем Вот отложите, пожалуйста Вот это Что мы сейчас будем дарить вам подарки От нашего спонсора Корзина ароматного душистого цилонского чая Акбар Неиссякаемый источник бодрости, энергии и хорошего настроения Чай Акбар Спасибо И это же не все От нашего спонсора вы получаете набор японских керамических ножей самура Заточки эти ножи не нуждаются Ну вот, что сказать Сказать можно только одно Смотрите, друзья, Кубок профессионалов на Первом канале Любите спорт Любите жизнь, как это делают наши гости Потому что мы, глядя на Наталью Бестемьянову Тоже хотим любить жизнь Спасибо вам огромное, что вы к нам пришли И накормили на нас так вкусно И приходите на, пожалуйста, еще Спасибо Спасибо большое Друзья, Наталья Бестемьяновна сегодня Я на секунду покину, мы сейчас Подождите, сейчас к вам приведу Друзья, мы вернемся к вам через уже чуть побольше перерыв И вы узнаете, что луц В переводе с эстонского означает Неудачник Спасибо 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 Спасибо